так сегодня 14 июня 2018 года вот теплица который я сделал собственно ручно впервые награ мне очень нравится вообще люблю очень наблюдать как растет у меня мой урожай тоже впервые всю рассаду я высадил сам почти сейчас объясню почему почти значит так вот вот она моя тетличка такая капельное орошение еще не успел сделать естественно все упирается в деньги ну я думаю в следующем году она будет у меня вот этот чернозем я сделал то есть поехал на ферму привез навоз где-то 20 лет недавности смешал его с песком немножко все раземами вот такую сделал здесь на каждый день почти убираешь от траву она растет просто с огромной скоростью даже не успеваем за ней следить значит так ну давайте начнем с наших помидорчиков значит я где-то посадил 10 или 15 мая до марин рассаду высадил дома на где-то 10 15 мая высадил рассаду теплица значит так вот это у нас молдавские помидорчики сразу прошу вас меня строго не судить я впервые сидел естественно очень много брал информации из интернета поэтому методом проб и ошибок я все исправлю следующем году значит вот вот такие помидорчики это молдавские то есть я молдавскую рассаду покупал уже здесь вот такие помидорчики у меня получились вернее они только начали надеюсь что будут и дальше плодоносить и а листья естественно убрал нижние ряды вот эти вот видите я убираю их потому что очень густо во первых когда было много листьев здесь получилось излишняя влажность и помидоры то есть становились вялы из этого то есть они немножко пришли в себя как убрала листья идем дальше значит вот это вот китайские помидоры я их позже высадил это значит с алиэкспресса покупал семена то есть я наверное бы даже и семена не вернее не посадили не сделал бы теплицу если бы я не купил эти все семена и проэкспериментировал дома так вот у него такие вот у нас помидорчики рассада китайская алиэкспресс не знаю про такие помидоры получится но вроде очень хорошо принялись просмотрите какие стволы толстые даже мой палец какие толстые стволы то есть молдавские тоненькие тоненькие этики эти такие крепкие ну ладно значит так у меня тоже самое с огурцами значит рассаду я покупал вы не рассаду прошу прощения семена брал огурцов молдавские по одному лень за штучку и тоже с алиэкспресс купил семена огурцов эту рассаду я тоже высадил все дома сам значит вот смотрим огурчики кстати молдавский мне очень радует то есть их очень много очень хорошо пошли в рост хотя я их позже посадил эти огурчики такие рез на их много растет естественно это первые первые у меня огурцы я еще не собирал буквально ну братья буду штуки 4 отсюда сорвал самые крупные естественно съел вот такие вот огурчики листья тоже убираю лишние побеги убираю потому что если их не убирать здесь будут настоящие заросли они прямо много-много тайские семена в принципе тоже неплохие но сейчас я вам объясню в чем проблема не что в них не понравилось значит вот таких вот вот китайские у нас то есть если обратите внимание у меня рассада здесь некоторая выше меня уже выросла ведь то есть я руку поднял сейчас теплица у меня 3 метра высоты значит что мне не понравилось в этих вот смотрите видите вот такие росточки вот если их не убирать то есть очень сильно разрастаются огурцы и просто будь заросли это не очень хорошо для огурцов так вот такие вот цветки то есть когда начали появляться и было просто несметное количество что она молдавских огурцов практически не наблюдалось их было очень мало у них сразу пошли огурцы но у китайских вот даже до сих видите цветы цветы идут только цветы пустотвелые но это как называется женский полумужской начну у них огурцы все равно есть вот кстати очень вкусные но все семена я как понял они разные сорта не прислали эти огурчики их меньше конечно чем на молдавских вот ведь это все другой сорт огурчика честно говоря я очень люблю наблюдать за моим урожайчиком каждый день захожу по два-три раза в теплицу при возможности особенно когда прихожу с работы сразу убираю здесь люблю люблю землю честно говоря ну мы гагаузы кстати это видео я снимаю в камраде столице гагаузии кто слышал о гагаузах то есть гагауза очень работящий народ любим землю работать на ней мы не кочевники как некоторые любят думать мы просто очень людям любим землю это тоже кстати вот такие огурчики видите это китайский правда но хорошие я надеюсь что в этом году я смогу закатать соленые маринованные огурчики свои домашние уже не буду покупать сессина я вижу свои ошибки что я неправильно сделал обязательно обязательно сделаю капельное решение потому что мне вручную довольно таки тяжело и неудобно поливать это все много воды уходит спасибо всем моим подписчикам что наблюдаете за мной за моими постами все все спасибо следующий урожай вам тоже покажу пока всем